Добрый вечер, дорогие мои! Решил посидеть на скамеечке счастья, пока её не замело, пока здесь тихо и хорошо. Сегодня просто какая-то очень хорошая погода, хотя давление упало, и у маточки голова заболела, и у меня такая немощь, такое вот состояние. Но топим баньку, и сейчас пойдём в баньку выгонять все вирусы и укреплять антитела. Я отвечаю на вопрос человека, который естественно с некой такой провокацией его задаёт, но расспрашивать надо отвечать, и поэтому вопрос об антителах. Я сдал все анализы, и анализы показали, что у меня зашкаливают антитела. Их очень много, и поэтому какой смысл мне делать вакцину, если у меня своих антител много? Задаёт вопрос человек, который... Эй, сдувает! Камеру сдувает. Сейчас я её ногами тогда прижму. Вот так. Задаёт вопрос человек, который, на мой взгляд, специально так провоцирует такие вопросы, потому что человек обычный или интересующийся просто откроет Википедию и там посмотрит, что такое антитела. Ничего сложного там нет. Ученик, я думаю, что с пятого класса, почитав такую статью, поймёт, что такое антитела, откуда они в организме, и что значит много антител или немного антител. И вопрос-то к этому первый. А каких у вас много антител? Каких? Антител такое огромное количество, хотя они, в общем-то, имеют одну и ту же вид, то есть это вот такой V-образный хвостик, значит, у них это. Здесь у них сайты на этих кончиках. Этими сайтами они, в общем-то, и распознают, что за опасность такая в организме и как её реагировать. Но антитела образуются под каждую проблему индивидуальные. Поэтому тогда, когда входит в вас какая-то проблема, а это может быть плесень, грибки, белковые отравления, это, конечно, вирусы, бактерии, ну и целая куча ещё разных посторонних, как говорится, включений, которые нам вредят, с которыми должны побороться антитела. Поэтому антител, конечно, видимо-невидимо различных, но самое главное, что они много раз могут возрождаться и, как говорится, умирать. Антитела живут, ну, 100-150 дней, не больше, на каждую проблему. Если она вот у вас вдруг появилась и исчезла, там, например, гриб какой-то или какой-то ОРЗ, на них появляются антитела, прошли, они справились, через 100 дней этих уже антител не будет, но останутся клетки памяти. Я вам рассказывал Т-клетки, телохранительные клетки, которые в случае опять возникания этой же самой проблемы выделяют точно такие же антитела. Если проблема будет другая, антитела должны быть другие. Поэтому, когда вы говорите, у меня очень много антител, и это значит, зачем мне делать против этих вирусов вакцину, у вас против этих вирусов антитела, как вы узнали, каких у вас много антител? Потому что узнать, какое антитело действует на то или иное проблему или на этот вирус, можно тогда, когда ты наблюдаешь, как они взаимодействуют. Вот если в вас попал вирус ковида, и, взяв кровь, у вас увидели исследователи, что вот есть антитела, которые на него нападают, то действительно у вас антитела те, которые нужны, которые против ковида. Кстати, они могут не сами работать, они могут клетки-фаги, которые пожирают эту проблему, привлекать. Могут так называемая система, как уж она, комплементарная система привлекать. То есть это целая система клеток, которая получает сигнал от антител и включается и решает вашу проблему. Но если у вас не ушел тот патоген, который вызвал эти антитела, то они так и будут сохраняться? Даже в больших количествах будут? То есть, например, в вас живет туберкулез. Антитела будут постоянно вырабатываться, пока он у вас не уйдет. И пока герпес, например, герпес может постоянное количество антител вызывать, и у вас может быть много антител, потому что у вас герпес. Некоторые виды рака вызывают антитела. И они начинают вроде бороться с этими клетками, но в конечном итоге клетки рака такие хитрые, что они начинают выглядеть как свои, и антитела перестают с ними работать. Каждый человек, как мне однажды онкогематолог, очень знаменитый академик сказал, Каждый человек в среднем в жизни 6 раз заболевает раком. 6 раз. Но у него антитела справляются с этой проблемой. И вот когда вам немощно, тяжело, плохо, какая-то у вас температура может держаться какое-то время, непонятно какая, это может быть рак в вас. И в это время работают антитела. Вот против этого рака, который в вас. Вы его переживете, но когда они не справятся, то есть появится какая-то еще проблема, на которой потребуются эти силы, или вы не будете помогать этим антителам, в том числе чаями правильными и так далее, то у вас рак возникнет, и вы умрете от рака. У нас второе по количеству смертности населения причина – это рак. А рак – это недостаточное количество антител. Хотя у вас много антитела могут сами вызывать болезни. Ревматоидный артрит – это излишки антител. Поэтому, когда вы говорите, ой, у меня много антител, стоит ли мне идти делать вакцину, слушайте, сначала разберитесь, что это за антитела. Может быть, вам надо снижать как-то эти антитела. Надо каким-то образом ту проблему, которая их умножила в таком количестве, решать. Вы, может быть, чем-то другим сейчас больны. Не обязательно ковидом. Хотя много антител будет после ОРЗ. Они возникнут, победят, и какое-то время 100 дней могут сохраняться. После гриппа и так далее. Поэтому, дорогие мои, по-любому нужно сделать вакцину. Много у вас, мало антител или ещё что-то. В общем-то, специалист должен в какой-то степени определиться, на этот ли вирус у вас антитела, вирусов. Как заявил один из института Гамалея, по-моему, он сказал, что 150 тысяч различных видов вирусов они знают. То есть вот у вас уже все, что прошли когда-то через вас, уже получали антитела и Т-клетки, которые запомнили, какие антитела вам нужны, в вас живут. Но наличие большой антител абсолютно не говорит, что очередной вирус с очередной мутацией уже против него сработают эти антитела, которые у вас есть. Они могут вызвать цитокиновый шторм, если вдруг потребуется что-то такое. То есть дополнительные эти, но никак не могут отменить вакцину. И должны вас насторожить. Вот это ещё раз повторяю. Либо герпес, либо рак, либо какая-то другая болячка, либо вы живёте в квартире, например, в которой много плесени. Плесень цветёт, вот эта чёрная, вот выделяются вот эти споры её, и всё, у вас будет много антител в организме от этих споров. Можете, кстати, ладно, эта тема широкая и большая. Так что есть у вас антитела, нет у вас антител. Если вы никогда не болели вот этим ковидом, то тех, которые вам нужны, точно нет. Точно нет. А вакцина – это некие такие вот похожие на этот ковид обрывки белков, которые выделят те, какие нужны антитела. Ну, по крайней мере, почти у всех выделят, что нужно, и будут очень похожи. У некоторых всё равно и эти не совпадут, потому что вирус мутирует, он может вместе с чем-то залететь, ещё там с гриппом или ещё что-то. Так что, дорогие мои, ответ такой – читайте Википедию. Всё. Вот такой на самом деле ответ-то, потому что это очень странно. Взрослые люди приводят аргументы, абсолютно детские, и думают, что эти аргументы каким-то образом могут влиять на умного человека. Ну, сами соображайте. Здоровья вам всем! Радости, радости, радость – самое главное антитело. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова